Сделать веломаршрут вокруг пруда или пустить по центру экскурсионный трамвай. Десятки идей по улучшению городской среды сегодня представили эксперты и общественники. В Перворайске началось обсуждение комплексной программы благоустройства города. Бизнесмены, политики, журналисты и деятели культуры, а еще архитекторы и общественники. В обычной жизни они могут и не встречаться. Но когда речь зашла о городе, в котором живут, собрались все вместе в ИКЦ. Мы будем вначале выяснять, что нравится, что не нравится людям в Первоуральске. Какие есть плюсы, какие есть минусы. Мы посмотрим на ключевые территории, которые есть в городе, и поймем, что на этих территориях можно изменить. Может быть, там должно появиться что-то новое, а может быть, там должно быть как-то реформировано что-то старое. А может быть, что-то просто жителям мешает. Значит, то, что мешает, надо убрать. Первоуральск изменится в ближайшие пять лет. По инициативе группы ЧТПЗ разработана комплексная программа благоустройства и развития городской среды. Соглашение о ее реализации было подписано летом этого года с правительством Свердловской области, администрацией Первоуральска и Центром аналитики города. Следующий этап – обсуждение программы с жителями и создание мастер-плана. Нам важно учесть мнение всех представителей нашей городской среды, уважаемых почетных граждан, представителей средств массовой информации, депутаты, чиновники. Завтра будет очень много молодежи, будут наши ветераны, будут люди с активной жизненной позицией. Поэтому все мнения будут учтены. И вот у нас есть два дня для того, чтобы прийти к общему мнению о том, каким мы видим наш любимый город. В первую очередь благоустройство коснется проспекта Ильича, городской площади и набережной Нижнешайтанского пруда. Эксперты предлагают также оформить навигацию по городу в едином стиле и сделать художественную подсветку зданий. В свою очередь участники форсайт-сессии предложили еще с десяток идей. Не хватает на территории инновационного культурного центра арт-объектов, фонтанов, топиариев и даже какое-то небольшое озерцо. Обсуждали будущее не только эксперты Первоуральска, но и Екатеринбурга и Москвы. Они уверяют, город должен обрести свое лицо и свой узнаваемый имидж. А богатая история Первоуральска получит новое прочтение. Достояние города – это его корни, это его движение вперед и его большие амбиции. Если вот этих всех вещей не объединить в единую программу, то тогда, наверное, вот этой ценности города и не будет. Дороги, парковки, скверы и площадки для выгула собак – точек приложения сил очень много. Но главное, в чем сошлись вдохновители программы благоустройства – участвовать в преобразованиях должны жители. Местный бизнес тоже готов подключиться. Когда будут какие-то проекты разрабатываться, конечно, было бы правильно их разрабатывать с некими финальными предприятиями, которые это будут изготавливать, даже на предмет соответствия каким-то нормативным требованиям. Во второй день работы свои предложения по благоустройству города выскажут горожане. Всех неравнодушных ждут ВКЦ. Идеи учтут при разработке финального мастер-плана. Таисия Пономарева и Евгений Шилов. Новости Первоуральск.